Доброго времени суток, добро пожаловать на канал Перманцер, и это новое видео по игре Final Fantasy VII. Приятного просмотра. В предыдущей серии мы побывали в секторе 5, ну точнее мы и сейчас находимся в секторе 5, но немного в другом месте. Мы побывали возле макореактора и вроде как его взорвали, но я в этом не сильно уверен. Разделились наши основные группы, это с Барретом и Тифой, и встретили, ну как, упали с этого макореактора в какую-то церковь. В церкви нас встретила та самая цветочница Айрис. По-моему Айрис ее зовут. Да, Айрис. Вот, она нас как бы спасла якобы, ну не совсем так, и мы сбежали от компании турков, вроде как. По сути все. Мы в данный момент пытаемся проводить Айрис до ее дома. Ну по сути я так понимаю, продолжаем. А, нет, сохраняться я пока не хочу, я хотел бег нажать, но нажал не на ту кнопку. Давайте немножечко изучим то место, где мы сейчас в данный момент находимся. Ага, на нас здесь нападают точно, как я мог об этом забыть. Из головы как-то вылетело. Так, это кто? А, кстати да, мне тут говорили нажать селект, тогда я буду хотя бы видеть, кто на меня нападает. Извините, конечно, что комментарии читаю только сейчас, так как... А, точнее на комментарии отвечаю только сейчас. Так, так... У вас украли титановый браслет. Это воры. Разбойники скорее. Плохо то, что у меня украли титановый браслет. А, вернули, окей. Короче, ситуация какая, я записывал две серии подряд. Ладно. Получено опыта 48, АП получено 6. Клауд получил 11 уровень. Получено 160 гирей. Да, я примерно понимаю то, что мне надо было Барретта там во второй ряд перекинуть. И я об этом, кстати, вообще забыл, по сути. Сейчас-то у меня все правильно стоит, как бы Айрис стоит во втором ряду. А Клауд стоит в первом. Я просто немножко забыл о том, что... Стоп, подождите. У нее стоял титановый браслет, но его заменили на бронзовый. Не понял. Это что за система... Как бы... Как это правильно? Генерирование бронзовых браслетов для получения какой-то своей выгоды. Ладно, не суть. Так, здесь... Что-то я загулял. Я же не изучил это место вообще. Так, ты кто? Ты кто такой, а? Ты с кем базаришь, а? Ты кто сам такой? О, какой зануда. Хочешь снова сходить в заведение в Сект 3.6? Чего? Я забыл, о чем я вообще, в принципе, говорил. Все из головы повлетало. А, так вот, я говорил о том, что я записывал две серии подряд. Комментарий я прочитал только к первой серии. Сразу говорю, вторая серия еще не вышла на канал. Естественно, я буду, как бы, назад вернусь в тот режим, в котором я находился еще. Не записывая несколько серий подряд, у меня просто тут кое-какие дела. Извините, пожалуйста. Поэтому приходится записываться немножечко наперед. Поэтому, с опозданием, но в одну, как минимум, серию я буду все исправлять. Ладно. Так, ну давайте изучать то место, куда мы пришли. Парень в трубе очень странный. Он только укает, дакает. Слышали про Уолл-Маркет? Нет. Это рынок в трущобах Сектора 6. Там можно получить все, что только пожелаете. Если доберетесь туда, дорога отдельный разговор. Понятно. Что дело? Ну, хожу, брожу и на землю гляжу. Смотря вниз, можно найти много потерянного другими. Много потерянного другими. А если смотреть вверх, и ничего не найдешь. Знаете, что я скажу? Довольно справедливо. Это что за хата? Дринной металл и материя. В трущобах сгодится все. Могу предложить отличную материю. Хотите посмотреть? Ну, давай глянем, что ты вообще продаешь, в принципе. Огонь, лед, молния, лечение. Ну, те же самые, скажем так, материи, что и продавались в другом магазине. Мы можем им продать какие-то предметы. Например, бронзовый браслет, который мы только получили, и сразу от него избавляемся. Так, ядовитые отходы. Яд 2 на всех. Лечит яд. Гранаты. Так, первый феникс. Эфир шестиствольный. Понятно. Материи тоже мы можем продавать. И у нас, кстати, две штуки. И они обе не напялены, что ли, получается. Подождите сейчас секундочку. Я понял. Эти две материи были сперты из титанового браслета. Ну, ладно. Так, а этот магазин нас пока не интересует. Так, ты все там... Да-да-да-да. Это та самая, которая ходит, бродит и на землю глядит. Ты кто? Оценивающий смотрит. Хм, кредит не торгуем. Да хорош. Палатка антидот. Ну, это мне все не надо. Это у меня все есть. Так что иди в пенек. Кредит она не торгует. Оценщица, блин. Так, ты кто? Хм, все, что говорил президент Синра, наглая ложь. Но и на лавину, или как их там, тоже нельзя полагаться. Как ни крути. Но в конце концов, все равно захочешь жить так, как люди в верхнем мире. Кому тогда верить? Себе? Я никогда себе не лгу. Это точно. Молодец. Я верю только себе, потому что никогда себе не лгу. Молодец, молодец. А что у тебя в сундучке? Точнее, в чемодане. Да повернись-то к нему. Нельзя поглядеть. Жаль. Так, лестница на второй этаж. На втором у тебя что? Спящий пацан какой-то. Хм. Никто не может найти их. Хм. Верхний и нижний. А? Ты о чем? О чем ты говоришь, в принципе? Какой-то верхний и нижний. Что унесет? Ладно. Не суть. Потом разберемся. Так, собака какая-то. Просто гавкает. Пацан, ты куда бежишь? С дороги. Живо. Если что надо, живо в магазин. Если что надо, живо в магазин. Ну ладно, я понял. Позаботься о себе сам. Таков закон трущоб. Но для этого требуется оружие, верно? Верно. Что предлагаешь? Итановые браслеты предлагаешь, да? И гранаты. Хм. А давай я три штучки куплю. Вдруг я скоро со своими теми встречусь, ребятками. Заодно и напялю. Вместо железных браслетов мы как раз таки. Так, Эквип. Клауд. Давай мы поменяем тебе железный браслет на китановый. Вот и будет отлично. На самом деле мы туда тогда можем, получается, засандалить побольше материи. Но пока что мы этого не сделаем. Ладно. Что вам нужно? Оружие. Не хочу вас огорчать. Но я не продам оружие, потому что оружие продают там. Ну, как бы я к тебе и не за этим подходил. Вопрос за диалогом. А ты кто? Ту-ту. Следующая остановка, верхний Мидгар. Мидгар. Все сходящие в Мидгаре, пожалуйста, приготовьтесь. Мидгар такой яркий, звонящий, манящий. О да. Однажды я попаду туда. Надеюсь, парень, надеюсь. Так, ты кто? А, с тобой мы уже диалог вели. Так... Может быть сюда? Мужик, выбеги оттуда. Спасибо. Что-то... А, это типа склад. Я понял. Ладно, тогда нам сюда. О, сохранялочка. Да, хочу. Сохранялочки это я люблю. Давай, сейв. А, не-не-не-не. На следующий слот. Да. Дом, где живет Айрис. Окей. Я вижу, походу, материю. И еще какой-то предмет. Ну, естественно, я сначала подойду. Материя прикрытия. Ладно. Эфир. Отлично. Так, больше я здесь ничегошеньки не вижу. Ладно. А, как я туда залез, вообще? Подождите, а там точно ничего нет? Я-то туда залез, но вот... Ну да, там точно ничего нет. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Так, домик Айрис. Мам, я дома. Это Клауд. Мой телохранитель. Телохранитель? Они снова преследовали тебя. Но ты не ранена. Все в порядке? Я в порядке. Со мной был Клауд. Спасибо, Клауд. Что будешь делать дальше? Сектор 7 далеко. Мне надо в бар. Где хозяйничает Тифа? Тифа? Девушка? Угу. Подружка? Ммм... Я даже не знаю, что и ответить. Вот честно скажу, не знаю, что и ответить. Мне просто интересно, а что я отвечу? Как-то повлияет на дальнейшее прохождение? Ну так, на всякий случай. Или это просто так, диалог для того, чтобы был диалог? Интересно, интересно. Ну ладно, пусть будет... Точно. Окей. О, как мило. Ну ладно. Значит, в Сектор 7 я провожу тебя. Шутишь? Зачем тебе снова подвергать себе опасности? Ну, я привыкла. Привыкла? Ну, не знаю. Помощь от женщины. Помощь от женщины? Это же дискриминация. Думаешь, я буду сидеть, услышав такое? Мам. Клаут идет в Сектор 7, я провожу его. Ну, я сдаюсь. Ты никогда не слушаешь, если что-то решила. Почему бы не подождать до утра? Сейчас уже очень поздно. Да, ты права, мама. Айрис, пожалуйста, приготовь гостю постель. Так. Этот блеск в глазах, ты солдат, верно? Да, был. Не знаю, как сказать, но... Ты не мог бы уйти ночью? Ну, чтобы Эрис не узнала. Солдат, это может снова ранить ее чувства. Ага. Вот значит так, да? Чтобы попасть в Сектор 7, надо пройти через Сектор 6. Там довольно опасно, поэтому надо отдохнуть до утра. Клаут? Доброй ночи. Окей. Ох. Устал? Давно не спал в такой постели? А? С того раза. Боже, как ты вырос. Думаешь, девушки не дают тебе проходу? Ой, думаю, девушки не дают тебе проходу. Ну, вовсе нет. Я очень тревожусь за тебя. В столице так много соблазнов. Мне было бы гораздо спокойнее, если бы ты остепенился и завел хорошую жизнь. Твою подружку. Я в порядке. Тебе надо завести подружку, постарше себя, которая сможет о тебе позаботиться. Думаю, такая отлично тебе подойдет. Не интересно. Я заснул? Сектор 7 за сектором 6. Я доберусь сам. Ай-яй. Я, походу, спалился. Клаут, я думал, это турки. Отдохни немного. А, нам надо беспалевно выйти, даже не пробежавшись нигде. Я понял. Окей. Надо быть осторожнее. Может быть, в окно? Нет, не в окно. Окей. Бежать мы отсюда не будем, поэтому по-тихому уйдем. Еще раз зайдем в сохранку. В смысле, я не в сохранке. Вот. Сохранялка. Еще раз воспользуемся ей. Кто знает, куда нас это дело приведет. И по-тихому сваливаем. Здесь, я думаю, я уже могу бежать. Так, и куда мне? Трубу, наверное. А? О-о-о-о. Чувак, а... А, ну хотя, нам же сказали, что ты только укаешь да акаешь. Окей, ладно. Я понял. Ну, тогда уходим отсюда. Опа. Ты как здесь оказалась? А ты ранее пташка. Да как я мог взять тебя, зная, что это опасно? Это все? Да. Чтобы попасть в седьмое небо, где хозяйща Тифа, тебе надо пройти через трущобы сектора 6. Я отведу тебя. Пошли. Да что ты... Свалить по-тихому не удалось. Так. Что у нас здесь? Я так понимаю, здесь нет ничего особо интересного, да? А вот этот спуск... Опа. На нас напали. Эм, дом. 27 уронов. Довольно больно бьет этот дом. Как тебе хоть звать этот дом? Адский дом. Он так и называется. Ну окей, ладно, адский дом, так адский дом. Тебе много хп? Блин, носки в поход заболела. Как бы это назвать-то? Ну короче, это, блин, какое-то падение... Как написано, суицидальное падение. Ого! Чувак, а что ты так больно бьешь-то? Эрис, лечение. Давай на Клауда лечение. А, ну поздно уже, я понял. Ну ладно, не суть. Без лечения как-нибудь обойдется. Так, 44 опыта и 6 АП. 200 гилей. Фига себе домик, блин. Куда-то вниз. Тут еще какой-то подъем через кабину. А что нам? С этой кабиной надо как-то взаимодействовать, нет? Да и вообще, для чего это? Эм, окей, ладно. На нас снова напали. Опять Адский дом. Нам нужно опять, как бы это назвать-то правильно, лимит получить. А, ну 105 урона. Неплохо. Адская бомба. Промазал, молодец. Продолжаю в том же духе. 50 урона. Опять Адская бомба. Только в этот раз, походу, вайрис, да? А, нет, опять Клауда. Нормально, Клауд пока живой. Но я думаю, Эрис его сейчас будет выхиливать. Так, опять падение самоубийства. Блин, как бы это назвать-то правильно? Падение самоубийства, я не знаю. Так, во. Он себя выхилил. Молодец. Точнее, его выхилили. Храбрец. А здесь лечение по-быстрому. Не получится так по-быстрому, но ладно. Хорошо, мы его убили. Это великолепно. Так, получаем мы 44 опыта и 6 АП. 200 гилей. Довольно полезная штука. Это домик. Я, походу, чего-то пока не понимаю. Куда и к чему нам идти. Блин, на нас снова напали. И опять адский домик, да? Ну да, здесь противник только адский дом, походу. Ладно. Адская бомба. Блин, довольно много урона наносит, если быть честным. Хотя Эрис в этом бою участвует вообще бессмысленно, мне кажется. И она может вставить себя выхиливать. Ну, команду выхиливать в целом. Пусть я похилит немножко нас. А там дальше разберемся. Клауд, по крайней мере, урон наносит. А она, пускай хилив. Ага, смоу. Это был смоу. На самом деле, поэтому... Попробуем вылечить. А... Ну, вроде как Клауда не задело. Как это в прошлый раз было с Эрис. Значит, он может дальше продолжать наносить урон. Опять это падение непонятно. Он вылез весь почти из дома. Блин, довольно много урона наносит. Это была типа контратака, но под названием не контратака, нифига. Ну, пускай будет лимит. Что? Не убил? Как? Почему? А, потому что я подлечил дом. Понятно. Я понял. Я увидел, что циферки побежали. Типа, хил прошел. Но хил был, походу, направлен на дом. Опыта я за это явно больше не получу. Адский пресс опять. Айрис лимита. Целебный ветер. О, отличная штука на самом деле. Хилит всю команду, значит, это отличная вещь. Опять этот лун-атак. Клауд получил свои лимиты. Давай, фрабрец. А лечение здесь уже не нужно. Ну все, победили. Блин, я из-за этого лечения, которое направил на дом, очень сильно просел. Максимально сильно. Ладно, 44 очка опыта, 6 АП, 200 гилей. Все мы это прекрасно помним. Так. За кадр выходить некуда. Я так понимаю, дальнейшее перемещение должно быть по верху все-таки, а не по низу. Ну либо я немного не понимаю, что к чему и куда идти. О, червяки. Давно с вами не виделись. Так, ну у Клауда, я так понимаю, оружия нового не будет в принципе. Насчет остальных не уверен, а вот у Клауда, походу, не будет нового оружия. Блин, они меня замучили уже. Эй, алло, хватит бить меня. По-моему, эта штука называется землеройка. Потому что плюс-минус... Или... Подожди, или... Или я все-таки ошибаюсь, типа... Хоу, это... Поедать ли чего-то, ну вот чего я так не понял. Сейчас, секунду. Попробую этот момент уточнить. Ну уже ли нам ход выбили? Ну наконец-то. Так, продолжаем. Блин, надо было похилиться, ну ладно. Еще разок, продолжаем. 96 очков опыта, 8 АП. Роковой удар получили. 280 гиль. Я так понимаю, роковой удар, это по большей части профессия была Клауда. И это не материя, а лимиты. Да, правильно. Хорошо, ладно. Так, материя, айрис. А мы можем пользоваться, вот, например, лечением? Хотя зачем, у нас же есть надобья. Так, ну по этой штуке нам забраться не получается, значит все-таки через низ надо что-то думать. А что тут через низ придумаешь? У нас кроме как вот этой коробки непонятной, больше и нет-то ничего. Опять адский дом. Здрасте. Блин, сработало. Он теперь, он теперь косить будет. Время от времени он будет не попадать. Это дартнесс, образно говоря. Дартнесс, который был в ФФТ. Так, суицидальное падение. Клауд получил свои лимиты. И я вот уверен, он может еще и не попасть. Кого лечим-то? Я, я хоть выбрал кого полечить? А, ну да, все правильно. Айрис надо было полечить. Все по делу. По-моему, я дом немножко стопорнул. Оглушил, что ли? А, не, вот, двигаться начал. Полечим Клауда. Ну, он промазал. Ничего страшного. У него лимит зато есть. Давай опять руковой удар. Промазать он не должен. Это все-таки лимит. Победа. 44 очка опыта, 6 АП, 200 гилей. Все мы прекрасно помним. Так, не понял юмора. Может, все-таки здесь есть какое-то управление? Я не знаю. Не, фигня какая-то. Я немного не понимаю. Что? Как я вообще до этого должен был догадаться? Оно выглядит, как будто эта штука выросла немножко из нижней пластинки перехода. Чего, блин? Вот, точнее, не выросла, а находится. Поэтому и заблудился, на самом деле, по большей части. Блин. Вон там дорога в сектор 7. Спасибо. Пора прощаться. Сможешь дойти до дома одна? О, нет. Что мне делать? Ты хочешь от меня это услышать? Блин. Я бы на самом деле с собой ее взял. Она вроде как неплоха. Очень неплоха. Ладно, идем в сектор 7. Я могу, но не буду ли я мешать? Что значит мешать? Ничего. Отдохнем немного. Окей, ладно. Куда ты идешь-то? Знать бы мне, куда ты идешь. Не могу поверить, что это еще здесь. Клаут, иди сюда. Клаут, иди сюда. Как и он. Как и он. Как кто? Мой первый парень. У вас было что-то серьезное? Нет, но он мне нравился какое-то время. Может, я его знаю? Как его зовут? Это не имеет значения. Что? Это же... Тифа. Это девушка в полоске Тифа? Куда она направляется? Она выглядит странно. Стой. Я иду один. Иди домой. Поздно. Поздно, дядя. Поздно. Ладно. Успеем мы ее догнать. А, здесь нельзя ничего смотреть. Это детская площадка. О чем я? Что я пытался... Чего я пытался этим добиться? В принципе. Ну, здрасте. Что это за место такое? Типа рынка, что ли, большого? А, ну хотя да, нас же предупреждали о том, что здесь есть рынок. А где Клаут? А, вот он Клаут. Нет, это страшное место. Особенно для девушек. Надо быстро найти, где Тифа. Эй, голубки, хотите отдохнуть? У нас чудесные комнаты. Что скажете? Да почему бы и нет, по сути. Давай пожаловать. Десять за ночь. Да плачу, пожалуй. Надо бы немножко, это... Похилиться, что ли? Приходите еще. Отлично. Так, здесь сохранка есть, нет? А, стоп. Она же там с другой стороны была, по-моему. Если я не ошибаюсь. Что это такое? С этим аппаратом никак не повзаимодействуешь. Знаешь, здесь нет ничего. Ладно. По-моему, здесь была сохранка. А, нет. Верните меня обратно. Спасибо. Так, предметы. Бип-бип. Воу. Сломано. Чуть не убила, блин. Меня это чуть не убило. Ну, урон вроде не не несли. Это отлично. Кошки чудесные, да? Какой большой малыш, да? Ну, наверное, да. Так, магазин. О! Почему вы вошли? Стойте молча. Да в смысле молча, мы только зашли. Снадобье второе появилось. Но оно мне пока нафиг не надо. Стимуляторы лечат грузь, транквилизаторы, лечат ярость, глазные капли, эхо-трава. Ммм. Как всего интересного и много. Вообще, я хотел себе лечилочек купить. На всякий случай. Спасибо. До свидания. А, вот она и сохраночка. Окей. Сохранялка. Отлично. Так, сейв. Слот первый. Свалить от Айрис не получилось, поэтому таскаемся вместе с ней. И при этом, при всем я согласился. Пожалуйста, входите. Вы можете получить аптечный купон. Какой аптечный купон? Добро пожаловать. Садитесь, где вам удобно. Да, мест тут, конечно, миллион. Ням, хрюм, хрюм. Свободное место. Ну, давай сядем. Что будете заказывать? Корейское барбекю. Суси. Фирменное. Да, фирменное. Одно фирменное. Заказ принят. Здесь принято платить вперед. С вас 70 гилей. Ну, ладно. Спасибо. Секундочку. Ваш заказ. Приятного аппетита. Ну, может быть, было вкусно. Вот купон на одну вещь из аптеки. Вы можете обменять его в аптеке. Внимание, купоны закончились. Ждите новой рекламной акции. Важная вещь. Купон. Аптечный купон. Окей. Аптека была вот здесь. Да, давай еще скажи, почему я стою молча, хотя я к тебе обращаюсь. Да, на одно средство. Антисептик, дезодорант, пищеварительное. Давай пищеварительное. Держите. Пускай будет. На всякий случай. Кто знает. Может, нас после этой хавки пронесет. Так, что у нас здесь? Это типа магазин или как? Не толкайся, хулиганье. Давай пожаловать. Выбирайте, пожалуйста. А, вон оно как. А что я должен выбирать-то? Ну и ладно. Я думал, это магазин типа со шмотками. Броню новую купим. Что-нибудь еще. Похлебка еще не готова. Приходи позже. Ладно. Это что такое? Мы закрыты. Окей. Не очень-то и хотелось. К тебе пришвартована классная телка. Отведи ее к Дону. Не прогадаешь. Да-да, конечно. Сейчас. Вот прям пошел и повел. Да, конечно. Вы мне это, зуб-то, не заговаривайте. Смотри, сколько мусора. Что нам с этим делать? Это принадлежит хозяину магазина оружия. Он подбирает все подряд и тащит сюда. А, это тот, у которого танк в магазине. Ну, как ни посмотри, это всего лишь мусор. Смотри, сколько... Да. Да-да-да. Я думал, они просто разговаривают о разных темах. Так, чистенько бывает во многих играх. Типа, вроде диалог между ними двумя, но они разговаривают немножко о разных вещах. Вступайте в клуб. Будь с нами. Да что-то не очень хочется. Честно вам скажу. И один, два, три, приседаем в ритм. Большой брат, трудись. Вот так. Так. Понятно. Боже, у меня снова лишний вес. Занимайтесь. Не буду вас отвлекать. Пойду дальше. Так, это какое-то пятийное заведение. Эх, все достало. А потом... Хм, правда? Опять непонятные куски разговора. Ну, понятно, я понял. Это то же самое, что было на вокзале в предыдущей серии. Можете помочь мне? Кто-то торчит там уже целую вечность, а я больше не выдержу. Эй, тут все занято, подожди. Что, орк? Ну, на лекарство. Да, правда даете? Это мне? Спасибо. Оф, теперь мне стало лучше. Это за вашу доброту. Духи аромата любви. А, это была мадама. Забавненько. И куда-то поперлась. Ну, ладно. Дело ваше. Эй, дядя. А, к тебе прям зайти. Что? Заказы делают у стойки. Я вообще-то особо не заказывать-то сюда пришел. Как бы просто лазю и информацию ищу хоть какую-то. Так, магазин оружие. Как-то мне к тебе, да? О, а даже разговаривать со мной не стал. Мефриловый пост. Пойдет. Стальной кулак тоже пойдет. Штурмовик у нас напялен. Титановые браслеты у нас куплены. Мефриловые браслеты. Блин, зачем я тогда титановые покупал? Ну, ладно. Дай мне два мифриловых браслета. С этими ребятами потом как-нибудь разберемся. Железный браслет продать. Титановый браслет и два штуки все-таки продать. И закупить у него все-таки... Ладно, мифриловые браслеты еще два штуки. Блин, я столько денег просаживаю просто так. Потом формить, не переформить в любом случае придется, да? Так, ладно, эквип. Эквип. Подожди, я хотел поменять титановый браслет на мифриловый. Теперь эквип, аэрис, аэрис. Так, мифриловый посох и мифриловый браслет. Еще за прикрытие, я не могу понять. Ладно, напялим, а там дальше видно будет Клауду. Так, а со вторым чудиком? Вам что-то нужно? Я не хочу слушать жалобы о том, как все выглядит. Ладно. Ну и ладно. Я как бы не жаловаться пришел, но ладно. Так, здесь что-нибудь есть? Нет, здесь ничего нет. Тут просто висит какая-то вывеска. Так, а я с другой стороны-то еще не был. Ну ладно, пойдем сюда. Это особняк Дона Корнео. Босса Уолл Маркета. Дона не интересует мужики, проваливает сюда. Ясно. Так, ясно, что ничего пока не ясно. Ты кто вообще? Не могу решиться. На что? Не заставляйте говорить заведение справа. Не заставляйте говорить заведение справа. А с тобой побухтеть можно, нет? Эй, пойти или не пойти? Я всегда теряюсь в таких случаях. Я безнадежен. О, ты! И ты туда же? Не опускай меня за свои уровни. Эй, я тоже. Решился после долгих раздумий. На память о Мидгаре, понимаешь? Но тот парень меня пугает. Какого черта? Ты... Это тебе не... Шоу. Я сейчас занят. Что? А, нет, я не могу. Ничего не выйдет. Из-за наших различий у моей зарплаты ничего не получится. Что здесь происходит? Приветики. Даже подобные тебе рохли могут встретить здесь свою судьбу. Ищешь себе подружку? Кифа тут не была? Какой шустрый. Кифа самая свеженькая. Но, к сожалению, она сейчас сдаёт интервью. В клубе Пчёлка есть правило, все новенькие отправляются в особняк Дона Корнео. Дон Корнео известный любитель. Сейчас он решил остепениться и подыскать себе невесту. Что? Клуб Пчёлка работает только для членов. Кыш-кыш. Так... Мне пока ничего не понятно. Пожалуй, давайте, наверное... Чё-то серия затягивается немножко. Давайте, сохранимся. И продолжим уже в следующей серии. Поэтому... Сейв. Слот первый. И сохраняемся. Ну, а на этом всё. Если понравилось видео, ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Увидимся позже. Всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!